Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь Стан», том 3, вопрос, 1012. Если ребёнка одолевают дурные помыслы, вплоть до хулы на Бога, то вменяется ли ему это в грех? А взрослому? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Об этом очень много написано в пяти томах «Добротолюбие», но это трудно прочитать, а если и прочитаете, то ничего не поймёте, а если и поймёте, то ничего на практике не примените. Я вам могу дать очень простой рецепт. Работайте и загружайте ребёнка, и учите его, как заповедует Господь, наказывая за явные проступки и дерзость. А если вы уже говорите о помыслах у ребёнка, значит, вы его уже закормили и заучили. У нормального ребёнка помысел один по естественной адамовой природе. Хорошо поесть, ничего не делать и всё время играть. Загрузите его на огороде, на строительстве, и у него не останется никаких других помыслов, кроме как добраться до кровати. И поднимайте его не позже пяти часов утра. И днём не давайте никогда ни одной минуты спать ему, если он уже старше семи лет. Этот режим сохраните до шестидесяти лет, минимум. Помыслы ребёнка – это ад безделия, и перешедшая от вас к нему блажь. Притчи Соломона и премудрость сына Сирахова ни звука не издают о помыслах ребёнка. Это вы всё искусственно придумали, и ваша, быть может, одержимость уже перешла на дитя. Что касается взрослого, то загрузите свой ум благодарностью Богу. 1 Тимофею, 6 глава, 6 стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. За всё благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Постоянно размышляйте о величии Создателя и своей благодарности Ему, что Он даровал вам жизнь и всё ещё продляет её. И если всё-таки ропот нашёл место в вашем сердце и разуме, значит, вы слишком высоко возомнили о себе, что Бог будто бы вам чего-то не додал, и вы им недовольны. Это всё от самомнения и безделья. Исход, 16 глава, 7 стих. «И утром увидите славу Господню, ибо услышал Он ропот ваш на Господа. А мы что такое, что ропщите на нас?» 1 Царство. 1 глава, 6 стих. «Соперница её сильно огорчала её, побуждая её к ропоту на то, что Господь заключил чрево её». Неемии, 5 глава, 1 стих. «И сделался большой ропот народе, и ужён его на братьев своих иудеев». Деяние, 6 глава, 1 стих. «В эти дни, когда умножились ученики, произошёл у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Первое послание Петра, 4 глава, 9 стих. «Будьте странно любивы друг другу без ропота». Филиппийцам, 2 глава, 14 стих. «Всё делайте без ропота и сомнения». Все эти места из Библии как раз и подтверждают вышесказанное. Отчего возникает ропот, переходящий в хулу? «Это мысль, что чего-то тебе не додали, не дохвалили. Ты же должен сказать, я и малой доли не достоин того, что дал мне Господь». Джон Буньян в «Путешествии пилигрима» описывает положение таких людей. По своей неопытности подобные мысли они приписывают себе, не зная того, что лукавый прицепился к ним и из-за спины нашептывает на ухо хульные мысли. «Встань перед святыми иконами и сотвори крестное знамение, а если необходимо, то положи не менее ста поклонов и скажи, «Отойди от меня, сатана, отрекаюсь от тебя. Помоги мне, Господи, и сокруши дьявола под ноги». Римлянам, 16 глава, 20 стих. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.